В защите отработали оба эпизода подряд, да. Ну что ж, смотрим, наслаждаемся. И вот тебе, пожалуйста, отбили почти все преимущества МБА. Базоки, да, и как не бывало. Давай, Низамова, расшатывай, раскачивай атаку. Горбачёва сбрасывает как раз на Карину. Низамова с мячом. Ой-ой-ой, очень тяжелый бросок сейчас. Под троих обороняющихся игроков угодила Низамова. Там ей не дали жизни. Здесь нарушает Горбачёва, нарушает правила. Во втором мы смотрим. И там очевидный фол, на самом деле. Да, очевидный фол, конечно. По руке, да, по бросковой. Смотри, знаешь, в чем дело еще, на мой взгляд. Взвинтили-то темп баскетболистки из города Печь. И они стали гораздо быстрее переходить из обороны в атаку. Один-два паса буквально, и мяч уже под кольцом у МБА. Да, и невероятно точные пасы. Пасы фактически ювелирной точности, когда как иглу сквозь сток сена продевают, они пронизывают этот мяч. На линии штрафных бросков тем временем Эмешек Ковальчик. Эмешер и Жульда Ковальчик. Не забивает первый из двух. Потому что ты колдуешь. Я колдую в другую сторону, да. Мои колдовские способности очень известные. Вот тебе, пожалуйста. Не будем рекламировать тебя в прямом эфире, ладно? Вот, форцевал оба штрафных броска. Так, давай тогда дальше колдуй, потому что нужно забивать баскетболисткам МБА. И пока это не получается. На протяжении почти двух минут Сафонова. На исходе временного влажения такое ощущение было, что сейчас сверху понесет забивать это дело Марченкова, но не стало. Несла сверху и становится немножечко снизу на линии штрафных. Замена очередная. На площадке появляется Дора Сабо. Тем временем Марченкова реализует первый штрафной. Есть. Героиня второй четверти Марченкова делит пьедестал лидеров результативности с Незамовой. Да, все семь очков Марченкова своих набрала именно во второй четверти. Ну, Аристич тут мини-танк такой промчался по трехсекундной МБА, но не набрал. Незамовой, кто у нас встал очков. Наручила правила номер 4. Ковальчик. Можно бросать. Бросать. Ковальчик не забивает. Ну и что, на броске был фолл? Ровно в момент броска прозвучал свисток. А фолд нападение фиксирует другому игроку. Кому определили фолд нападение? Неужели Горбачевой? А площадку покидает Лешковцева. И Горбачева тоже вместе с ней уходит с площадки. И сейчас полурезервным составом играет МБА. С Афоновой выписали фолд нападение. Нужно держаться, обороняться, не давать пространства для таких широких маневров. Это упрещение. Простили, простили венгерки сейчас. Играть, играть, девочки. Какой же эмоциональный все-таки женский баскетбол. Представить серию таких ошибок в мужском. Можно, конечно, но довольно редко они случаются. Вот он долгожданный. Столь ожидаемый, столь нужный и важный перехват. И сейчас можно было бросать из-за дуги. С Афонова исправилась за свой фолд нападение. И заслон получила. Сбросила на дугу. 8 секунд на владение. Что это было? Без отрисатопередачи надо спасать мяч. Почти это удалось. Встречай. Встречай блок. Как по заказу она выдает убойный блокшот. Вот это да. Это, наверное, самый красивый эпизод пока этого матча. Пока это самый красивый блокшот этого матча. Да, Марченкова, конечно, 7 очков в четверти. Такой блокшотище. Тем не менее мяч остается у команды ПИНК. Крисич получает заслон на дуге. Еще один перехват. Что творят? Братчикова. Братчикова. Прекрасно. Прекрасно. Очень важно. Дает возможность всей своей... Ой-ой-ой-ка. Как? Это третий, по-моему, раз подряд. Штрисяч забивает. Она творит просто невообразимую красоту сегодня на площадке. Это ее фирменный мув, видимо. Каждый ее бросок это с остановкой с высоким вылетом. Да. И остановка происходит на линии штрафной примерно. Ты ее не поймаешь. Ты ее не заблокируешь. Она очень скоростная. Очень резко. Выскакивает. И очень точно атакует. Она с этой своей излюбленной точки еще практически не промахнулась. Да? Да. Посмотрю я сейчас, сколько она забила. Ристич набросала 3 из 5, из которых 2 из 3 двух очков. Действительно, это с одной и той же точки произошло. И 9 очков у нее. И это пока самый результативный игрок матча. Сейчас своему тренеру уже... Она сейчас и роль дистрибьютора примерила на себя. Она, кроме того, что забивает, она сейчас пытается разгонять передачи. Так и есть. Не даром она... Я бы сказал тебе, кого называют диспетчерами из какой отрасли, но мне не в эфире, а скорее после него тебе расскажу. В перерыве обязательно можешь мне сказать, даже показать. Да! Посмотрим, Николай Демеш-Шаров. 26-21 3,5 минуты осталось до конца первой половины матча Плюс 5 У МБА И с мячом баскетболистки из Венгрии Дальняя попытка Залетает красивая 3 очка Это Николет Гемеш Шарок Если ты не будешь держать Гемеш Шарок на периметре Она тебе закатит целый ворох тройков Интересно, что в протоколе в стартовом даже прозвище Видимо ее указано Кэп Ее зовут Николет Кэп Гемеш Шарок Не сигнализирует ли слово Кэп в кавычках О все-таки капитанской повязке у этого игрока? Не символизирует наверняка Поскольку Кэп в кавычках И обычно в кавычках это все дело не указывается Я бы с большей охотой это прозвище применял к тебе Потому что ты Капитан очевидность Я комментирую очевидные вещи и пытаюсь их разъяснить Хотя они не так очевидны Плюс 4, 28-24 вот например счеты И Сабо сейчас сбросила на дугу Кавальчик Держать! Ай какой полукрыл! Как же она забивает! Она забивает через руки, через жестко обороняющегося игрока Это красивый прием И кавальчик между прочим всего лишь первый раз отличилась Сегодня так что Нормально пока вот нарушение правил Маркович Нарушение Маркович Да она прямо в спину толкала Смотри Она толкает спину Да нельзя нельзя толкать так ни Федорова ни кого-то еще Это третья персональная для нее Нет, четвертая персональная Это очень опасно Это очень опасно Сейчас роль основного центрового команды придется примерить Либо Кавальчик, либо Бузоки Кавальчик, да Которая включается активнее в игру сейчас Именно в этом эпизоде Вообще довольно сильно это ослабит переднюю линию И особенно при борьбе за подбор команду из Венгрии Сильно ослабит хорошо Сильно ослабит, а также слабое усилит Слабо усилились Помним мы, что на подборе Огромное преимущество было в предыдущей встрече Слабенькое усиление в виде одного очка со штрафного 52-39 Такое было преимущество по подборам Сейчас на самом деле картина Перевес не такой очевидный И вообще не в ту сторону Смотри, ну три очка 29-26 Последние две минуты половины Начались Ристич воспользовалась заслоном Сбросила нам Марта Ноши Появившись на площадке Вот это бросочище Не очень на самом деле бросок Да нет, нет Если бы он залетел, он был бы шедевральный Абсолютно Знаешь, таким броском обычно вышвыривает какую-нибудь пьяницу из бара Или что-нибудь в этом духе Таким броском бросают самые ответственные броски Игроки, которые зарабатывают миллионы долларов в каждую игру Бросок с отклонением Бросок с отклонением очень сложный на исполнение бросок Ты не из статического положения выбрасываешь Тебе нужно с большей силой гнать этот мяч к кольцу Чтобы придать ему достаточно высокую траекторию Да, но это никак не относится, по крайней мере, к штрафным броскам Это относится к красоте игры Которой мне сегодня, в принципе, хватается сбытком Я наслаждаюсь игрой Показывают довольно интересные Прежде всего, с тактической стороны баскетбола венгерские игроки Очень хорошо двигают мяч Красиво, точно пасуют И много пасуют Кроссовер такой серьезный сейчас был в исполнении той же самой гемеш-шарок Но отзащищались Не получилось в заключительном эпизоде второй четверти у венгерок Многого из того, что хотят Ай-яй-яй-яй-яй Блестяще, девочки, браво за такую игру Пробежка, как обидно Ну, покажите нам, пожалуйста, последние четыре точные передачи баскетболисток МБА По всему периметру Раз, два, три, четыре точно Прекраснейший эпизод Очень красивый Да, последняя минута пошла Между тем О статистических показателях и какой-то summary мы обязательно подведем Но вы в перерыве, друзья Помимо лучших эпизодов первой половины Будет еще у нас интервью, которое мы вам обещали Так что далеко от экранов не уходите Atari останется и будет вам переводить Если мы будем говорить с иностранцами Ну, а я отлучаюсь непосредственно в зону, где находятся скамейки запасных команд Да, тем временем 20 секунд до конца первой половины И до halftime interview Тем временем 10 секунд Последнее владение можно бросать очень вовремя И недостаточно времени для последнего броска Венгерки не воспользовались секундой При плюс 5 При плюс 5 в пользу МБА 31-26 Мы уходим на перерыв И сейчас интервью Кого из представителей какой команды мы опросим первыми Сейчас как раз готовится интервью Мы почти готовы Да, первыми у нас на очереди баскетболисты А точнее тренерский штаб МБА Мы готовы Готов В перерыве матча между МБА и PinkPage У нас в гостях Екатерина Светня Которая сегодня не может помочь команде Скажи, пожалуйста, как игра И за счет чего девушки все-таки смогли Московские девушки, разумеется, смогли удержать преимущество По итогам первой половины Я считаю, что преимущество может быть гораздо больше, если забить свои мячи из-под кольца, которые не промахнулись А в остальном, я думаю, надо пожестче и поплотнее немножечко защиты играть Я думаю, что все будет хорошо Надеюсь, что выиграют Ну и вот был отрезок, когда таких быстрых отрывов несколько прямо, да, наметилось у гостей И как вот это вот все пресекать И за счет чего можно прибавить и уверенно победить Я считаю, что если забить те мячи, которые они не забили, они как бы немножко деморализуют Потому что нужно забивать и, естественно, таких отрывов не будет Поэтому нужно сконцентрироваться, собраться и не пропускать очень легкие мячи Спасибо, успехов и здоровья, главное Это была Екатерина Сытняк Ну а теперь мы попробуем поговорить с кем-нибудь из венгерской команды Хороший настрой Катя Сытняк на игру Почти уверена она в победе своей команды Желает успеха своим товарищам по команде А сейчас мы переходим к венгерскому тренерскому штабу Когда нам просигнализируют о готовности, мы дадим интервью в эфир сразу Нет готовности, занятые своими тактическими манипуляциями представители тренерского штаба венгерской команды Не будет у них с нами халфтайм интервью Да, мы дадим их после матча А анализ первого тайма, первой половины у нас возможен Сейчас Георгий появится на мостике И мы с ним Так, есть связь с представителями тренерского штаба венгерской команды И у помощника тренера возьмут интервью У нас в гостях Микло Шлацко Помощник главного тренера команды ПИНК 424 из города Печи Скажи нам, пожалуйста, Микло Шлацко Как тебе кажется, причина небольшого отставания от счета вашей команды И что вам нужно для того, чтобы переломить ход игры и победить в этой игре Ну, понимаешь, Георгий, мы с позиции помощника главного тренера Четко сформулированы тренером задачи И если мы будем установок тренера придерживаться Я думаю, что мы изобьем свои мечи Я думаю, что мы добьемся успеха А почему вы старались обороняться с использованием минусов в зонной защите? Мы увидим, это всегда зависит от ситуации У нас есть возможности, что против которых мы не удобно обороняться использовать индивидуальную защиту Поэтому мы чаще и в Шире используемся Сегодня настрой московской команды на игру Мне нравится ее очень, я думаю, что мы сможем переломить ход игры в нашу пользу И победить, как бы это ни казалось сложно Спасибо вам, спасибо, Георгий Это был Микла Шлацко в эфире Бизоны ТВ Ну, а мы уходим на перерыв вместе с командами Я думаю, слово на Атари и вернемся совсем скоро в эфир Георгий, а мы ждем тебя на комментаторском хвостике, чтобы проанализировать статистику первой половины Присоединяйся Конечно, давай говорить о статистике Никаких проблем не испытываем Тем более, все у нас статистические выкладки есть Пока зрители смотрят хайлайты первой половины Констатируем следующее, что с отсчетом 21-15 вторую четверть выиграли московские баскетболистки И, между прочим, что интересно, в отличие от первого матча, они проигрывают подбор 17-22 Но в нападении подбирают больше соперниц 7-5 А тем временем цифры цифрами замечательно, уважаю статистику Но есть на что посмотреть в хайлайтах первой половины Было очень много красивых маневров Было целых несколько красивейших блокшотов в исполнении игроков обеих команд И, конечно же, мне очень понравилось, как двигают мяч представители венгерской команды А вот это красивейший блокшот из первой половины Да, и такой туковый блокшот Но самый красивый блокшот был в исполнении Марченкова И строил его разрешение, между прочим, или без умного Я продолжу вам о своих любимых цифрах 6 потерь всего у баскетболиста КМВ Это отличный показатель против 14 таковых у команды ПИНК Огромное преимущество Но, опять же, вот о чем говорила Екатерина Сытняк в интервью Хромает процент реализации Если у венгерок он 43 с половиной с игры То москвички забили всего лишь 29,4% всех своих бросков А бросков они производят сильно больше 34 против 23 Вот в чем нужно прибавлять Банально в точности бросков Как бы это банально ни звучало Это действительно так Ну и, наконец, о самых результативных игроках Да, индивидуальная результативность у гостей Это Ристич с 9 очками Базоки с 8 И следующая по результативности Маркович у нее 4 очка И ровно столько же, между прочим, персональных фолов Основной центровой команды Не забываем о ее нагруженности персональными замечаниями У российской команды это Братчикова с 9 очками И по 7 очков у Низамовой и Марченковой У Марченковой все очки набраны во второй четверти Не забываем об этом 5 очков у Полины Федоровой По результативным передачам, между прочим, у Лешкова своих аж 4 набралось Несмотря на то, что она очками набранными не отметилась Но раздает хорошо И ровно столько же результативных передач Между тем у Ристич 4 Правда, у Ристич еще есть 6 потерь В то время как у Лешковцева и всего одна В общем и целом полет нормальный пока, да? 31-26 в пользу МБА Ну а давай прервемся вместе с командами Немного переведем дух И скоро вернемся в эфир Да, чтобы осветить вторую половину Не уходите далеко, мы вернемся скоро Наших девчонок Получается, болеть за Эмма Москва Ну а пока мы сидим, может быть, чуть громче музыку Надо поднять громче спортивный настрой Субтитры подогнал «Симон» 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 Анна Лешковцева. Таков старт москвичек. У гостей это номер 5 Петра Санта. Номер 7 Беттина Бузоки. Номер 10 она сейчас с мячом Катарина Ристич. Номер 3 Николет Гемеш Шарок. И номер 30 Зита Мартоноши. Персональным замечанием наказывается номер... Гемеш Шарок. И номер 30 Зита Мартоноши. Гемеш Шарок. Это для нее второе персональное замечание. Ну и возвращается к нам Атари. На месте. Счет еще не открыт во второй половине. Немного ты пропустил. Пока только персональный фол был у венгерок. Да и в общем-то больше вспомнить пока нечего. Будет Мартоноши вводить мяч за боковой. Тут же Ристич играет на Санта. Получает мяч обратно. 8 секунд на атаку остается. Заслон тоже получает, но им не пользуется. Супердальняя треха не попадает. Дегтярская. Помешала сопернице овладеть мячом, но упустила сама же его за лицевую. Уже на месте, уже с вами. Ристич. Такой разброс мяча. Но плотно защищаются очень москвички. Не дают возможности выбросить свободно мяч. Успевают на подстраховку. Это блокшот от Лешковцевой. И время на атаку. Его оказывается недостаточно, чтобы осуществить венгерской команде атаку результативную. Очередная потеря Мартоноши. Она пока худшая у венгерок по показателю плюс-минус минус 11. У нее. Да, нарушение правил кому? Опять номер 3. Нет, Мартоноши нарушает. Это номер 30. И идет меняться. Тут же крайне неудачный отрезок в исполнении девушки. Вместо нее номер 6. Дора Сабо. Полина Федорова. Под удобную руку для ведения мяч себе. Можно бросать. Раз обманное движение. Конечно, у тебя будут залетать броски, которые ты так красиво исполняешь. Раз обмануть. Поменять. Сбить. Сбить с ритма обороняющегося игрока. Заставить совершить неправильное движение. Получить какое-то пространство. Воспользоваться и протиснуть. Гемешарок тем временем наказывается третьим персональным фолом. Это третье командное замечание для венгерок. Есть совещание судей на площадке. И приходит к общему мнению. Есть решение. Есть вердикт. Есть санкция. Считать ли мяч, видимо, попадание было. Фолл-то был вдали от мяча. И попадание Лисковцевой засчитали. Что неудивительно, поскольку фолл был одновременно с броском. Оно и логично. 33-26 повели им в этой четверти в счете баскетболистки МБА. И с мячом остаются. 14 секунд у них есть. Низамова на Федорову теряет мяч. Повезло. Снова повезло, что не смогли обработать мяч. Свежего украденный мяч венгерки. И владение сохраняют баскетболистки МБА. Низамова, как обычно, как всегда, гиперактивна. В каждый момент своего нахождения на площадке. И бросает сама. Низамова. Конечно, ты будешь забивать. Конечно, ты будешь забивать, когда ты так красиво бросаешь. Да, траектория, видно было, что очень хорошая. И мы сидим как раз по линии броска под 45. Было время прицелиться, тем более, и направить его как нужно. Плюс 10 впервые. Двузначное преимущество в этом счете у МБА. А венгерки еще не набирали очков в этой четверти. Нарушение правил по линии Федоровой. Да, она там борется с высоченной Бузоки. На этот раз нарушает правила россиянка. Это вторая персональная линия. И всего лишь первая командная. Так что это не критично. Между тем, у Низамова первый баскетболистка становится с 10 очками. Розыгрыш. Прекрасный розыгрыш. Прощает откровенно. Сложно было просчитать эту передачу. И не хватило немножечко. Вот это была вообще невероятная передача. Она отдавала практически вслепую зону. С нелокализованным адресатом. Ну что ж, получают в ответ. Трехочковый, да, Бузоки прилетает. Вот такая вот техника, оказывается, у нее. Довольно жесткая техника, я бы сказал. Такая... От пояса запускает мяч. От пояса запускает. С дополнительной амплитудой. Помнишь Кевина Мартина? У него пример. Прекрасный Кевина Мартина в Оклахоме какое-то время. В Миннесоте тоже играл. В Миннесоте, в Хьюстоне. В общем, такая же техника от пояса. Начинается бросок, глубокое такое начало. Мне всегда казалось, что такие броски легче всего блокировать. Но так выяснять не всегда. Тяжело заблокировать силой мысли. Никто пока не умеет этого делать. Насколько мне известно, по крайней мере. Тут Ристич вот умеет силой мысли рассыпать соперницу. Что она говорит? Могутская и забивается средней. Она просто плывет, как дирижабль. И мягко, но жестко выпускает мяч. И поражает кольцо. Прекрасно играет. Да, ответный рывок плюс пять. Точнее, пять-ноль рывок сначала был у МБА. И тут же последовал ответный рывок. Такой же точно. От баскетболисток Пинг 424. Вновь плюс пять. 36-31. И очередной номер группы поддержки. И слушаем Ира Цуяна. Ну, насколько я могу слышать, такие общие наставления и мотивирующие фразы прозвучали от главного тренера Александра Дера Цуяна в адресе баскетболисток МБА. Вот болельщиков нам показывают. Не многочисленных, но от этого не менее усердных, усердно поддерживающих. Одна малочисленная, самая малочисленная, наиболее крикливая группа создает даже ощущение присутствия каких-то болельщиков. Ну, хорошо. Пускай болеют, пускай создают шум. Пускай поддерживают любимую команду. Ну, так переусердствовало сейчас при персональном прессинге. Это была Петра Санта. А я еще обратил внимание, что на Низамовой очень много фалят. Потому что она довольно жестко, агрессивно атакует. И чтобы ее этот пыл как-то погасить, иногда приходится даже нарушать правила. Вообще вот эта довольно жесткая манера Низамовой мне очень-очень нравится. И вот она здесь бросает издали. И, конечно же, забивает. Абсолютно четко, абсолютно точно выбранная позиция для атаки. Да, очередной трехочковый действительно издали сегодня непривычно. Прям хорошо бросают девушки из МБА. Ну, как непривычно. Просто шесть попаданий издали и семь двухочковых. Это примерно одинаковое количество. Снова нарушение правил. И пробивные фалы уже. Да. Нарушает правила десятый номер венгерской команды Ристич, которая наиболее активна. Это своего рода венгерская Низамова. Так и есть. Первый точно в цели. Пожалуйста. Карина единственная в составе своей команды, которая имеет в графе результативность двухзначное число. Да, точнее 15. 15 сегодня. Это ее день. Абсолютно точно. Вновь плюс 10. Ответный рывок 5-0. Ее активность такая на площадке. Она вот получает свое выражение в виде набранных очков. И снова не дают венгеркам забить. Очень агрессивная подвижная защита МБА вынуждает сейчас торопиться с броском соперницы. Смотри. Ай-яй, какой кроссовер, какая передача. Гегтярская, правда, не было. Это был бы очень красивый момент, если бы забили. Не точный бросок в Алины Федоровой. Поцарапывает подбор Гегтярская. Да, Гегтярская влетела сейчас туда, в самую гущу событий. Как локомотив-паровоз. Да, летающий локомотив. Разметала троих защитниц на пути. Вгрызлась мяч. И заработала штрафные. Молодчина. Момент престижа. Ты заработала, ты должна реализовывать. Умничка. И момент гроссмейстерства. Два из двух. Это Бонтон. Ты испачкался, Георгий? Ну что ж, преимущество счёте в 12 очков я бы на данном этапе игры счёл комфортным для команды МБА. Да, только в прошлом матче мы видели, что... А мы не... Да что, это салон? Да, не хотел накликать беду, но вообще баскетболистки МБА не всегда, скажем так, удерживают комфортное вот такое большое преимущество в счёте, заставляя болельщиков понервничать немного в концовке матча. И будем надеяться, что в этот раз этого не произойдёт. Тем не менее, с фолом тут забивает девушка по фамилии Гемеш Шарок. И реализует бонусную попытку. Вновь с мячом москвички Незамова. Прекрасная передача, почти пробежка. Может бросать сама. Да что сегодня происходит с Незамовой, которая набирает свои 18 очков уже. И практически безупречно с дуги. Да, Незамова, надо сказать, со страшной силой поливает. Не практически безупречно, а совершенно безупречно. С дуги 4 из 4 точно в цель. Ну, это даже не гроссмейстерский показатель, это какой-то инопланетный. Это суперстарзовский показатель. Ты смотри, она ещё подняется передачей со спины. Давайте, покажите, пожалуйста, в повторе этот момент. Да, это было, правда, после свистка. Она сегодня поймала какой-то невероятный огонь. Смотри, она вылетает. Смотри. Опа! Что это такое, девочка? Езжай за океан! Ну, давай подсказку такую дадим после матча. Вдруг она не слышала о существовании Минджинской NBA. Сегодня демонстрируют действительно красивую игру. Ну, а что, зачем ей пока за океан ехать? Там перерыв в сезоне, может быть, она и поедет, в общем-то. Я не призываю, может быть, к игре, а к отдыху на курортах с белоснежным песком и свежевыжатым апельсиновым соком. Ведро бы на тебя вылил прямо сейчас. Максимальное преимущество в счете тем временем плюс 12, 46, 34 в пользу МБА. Ристич. Заслан не воспользовался на им. Вот это чисто ее тема. Но вот сейчас не сыграла. Но очень быстро двигается в зону своего комфортного броска. Быстро вылетает. Вспархивает. Полина Федорова молодец. Фалят на ней сейчас. Сейчас на Горбачевой фалили. А, Горбачева, прошу прощения. И Ковальчик нарушила правила. Третье персональное. Любое нарушение будет биться и в то, и в другое кольцо. Потому что в МБА уже М4. Командных фала. А Незамова неутомимая и лучшая пока на паркете сегодня. Нужно это признать. Отправляется отдыхать. Вместо нее Сафонова появляется. Горбачева свои первые очки в этом матче набирает. И второй точно в цели. Подравнялись девушки по подборам. Надо признаться, 23-24 всего на одну штуку отстают баскетболистки МБА. Тут тоже было похоже на пробежку. Хотя вот в таком эпизоде почему-то венгерский тренер не жестикулирует активно и не призывает наказать провинившихся. Перемудрили. Перемудрили немножечко с владением мяча. И как логичное следствие из этого потеря для венгерской команды. Изменили как-то в этом эпизоде своей излюбленной тактике широкого движения мяча венгерки. Да, но и москвички-то тоже вынуждают сужать этот самый фронт-атаки. Очень хорошо и подвижно сегодня. Можно бросать. Горячую картошку сейчас играли. Так, а вот сейчас на классе. Сейчас на классе. Нет, все-таки владение Сафронова сохраняет для своей команды. Хотя сейчас Ристич оборонялась ну просто безупречно. Очень жестко, без нарушений. И очень неудобно. Да, Горбачева на линии штрафных. Доводит разницу в счете до уже совсем опасных 15 очков. 16 очков. И просит тайм-аут, наверное, венгры будут брать сейчас. Ну пока нет. Или уже нет. Зависит от разрыва в счете. Очень странно. Очень странно. Потому что если сейчас что-то кардинально в рисунке игры не менять, то можно плавно вкатиться в безутешную четвертую четверть, где какие-то серьезные маневры предпринять будет очень тяжело. Бой Цейтнотова. Тем временем отправился отдыхать Дегтярская. И вместо нее Марченкова, одна из главных героиней второй четверти. Двойная замена у венгерок. В свою очередь реагирует тренер на изменения в составе соперника. и номер пять, и номер семь. Санта и Бозоки появляются. Тем временем Ковальчик на линии штрафных. Ковальчик. Первый из двух. И второй из двух тоже точно. Плюс 14 у МБА. Прекрасно. Подбор записывает на свой счет еще. Не забивает Сафонова. Не забивает ни Сафонова. Не забивает... И нарушают правила на Бозоки, видимо. Да, и будет битя на два штрафных. Ковальчик. Мы когда играем против зоны, мы даже получаем, мы должны просто хоть на кольцо смотреть, играть, чтобы зоны двигали. Гозоки первый из двух точно. Второй из двух тоже точно. И счет плюс 12 в пользу МБА. Если каждые минуты давать отгрызать по два очка, от большого преимущества может ничего не остаться. Девочки, будьте осторожней, аккуратней. И сейчас Ристич забивает. Три атаки подряд для венгерской команды были результативными. И они отбили шесть очков. Да, и вынуждены значного преимущества. Соответственно, брать тайм-аут москвичи. Тайм-аут берут москвички. Вместо того, чтобы брали его венгерки. Мини-рывок в исполнении команды PinkPitch 424, но, прямой, что по-прежнему комфортно, целых 10 очков. Важно не расслабляться сейчас и не делать того, о чем я уже говорил, не разбазаривать преимущества. Тем временем, Карина Низамова единоличный самый ориентативный игрок этого матча. По 13 очков в составе команды Pink набрали Ристич и Бозоки. У Ристич также четыре результативные передачи и аж семь потерь. Почти столько же, сколько у всей команды соперников. Точнее, у МБА девять, а у Ристич в одной их семь этих самых потерь. Появляются баскетболистки МБА на паркете. Их соперницы также следуют и к примеру. Поехали с мячом москвички. Они в... Раскручивая тут комбинацию на дуге и... Братчикова не решилась сама бросать. Да, успели на Братчикову, на вроде бы открытую, успели... Успела к ней Ковальчик. И Сафонова молодец, но немного не повезло. А, я-я-я, чуть-чуть не докрутила, чуть-чуть не докрутила мяч. Смотри, Ристич... Быстро атакует. Да, и вынуждает нарушать правила. Ментально пересекает среднюю линию. И врывается. Очень скоростной игрок. Очень, очень подвижная, очень быстрая, очень резкая. Каждое движение... Четкое, отчетливое. Петро Санта появляется тем временем у команды Пинг на площадке. Много штрафных стало в последние минуты, да? Понимают девушки, что у соперника-то, у каждой команды уже по пять командных есть. И можно идти, в общем-то, играть в фол или гол очень часто. То есть, либо забил, а еще лучше забил с фолом. Если нет, то на тебе нарушили правила. Стараются так делать, вынуждать соперника нарушать правила еще чаще. Ристич умничка, два из двух. Она имеет тоже 15 очков на своем лицевом счету. И Кабарония очень хорошо подключается. И подбор снимает сейчас снова она. Невероятно. Прекрасный отрезок игровой проводит. Так оно и должно быть, наверное. Лидер должен вести своих за собой. И везде успевать. Да, хорошо, что... Как Рассел Вестбрук. Ну, трипл дабла здесь, наверное, не будет. Но опять нарушение правил. Все очень близко к тому, ты знаешь. У Ристич все очень близко к максимальным показателям полезности. Да, кстати, по потерям она тоже очень похожа на Вестбрук. А тут семь потерь. Вестбрук недавно делал десять. Ну, по графику, по графику. Пятнадцать плюс четыре, плюс четыре, плюс семь потерь. Штрафные в исполнении Горбачевой. Обе попытки. Два из двух это умничка. Горбачева без ошибки сегодня выступает с линии штрафных. Ай-яй-яй, молодец, молодец. Шесть из шести она имеет. Но прекрасный эпизод сейчас показывает. От большого желания Кайтукова, да. Кайтукова, да. Ну, очень хорошо. Давайте похвалим ее за самоотверженность. Ну, хорошо-то это в любом случае. Понервировать соперника, да, поджать так. Поджарить даже, наверное. Поджарить, да. Иногда почему бы и нет. Главное потом не провалиться в обороне. И это, конечно, фолл, да. Братчикова в двух эпизодах подряд сейчас вспылила. И если в первый раз получилось со знаком плюс, то сейчас три ненужных штрафных, в общем-то, собственно, и кольцо получает МБА. Вопли с трибун не мешают. Не мешают шумовые эффекты. Слуховые галлюцинации практически. Она с крокодильем, холоднокровием реализует. Вероятным просто, как машина. Ну, вот-вот, что-то сбило ее. Наколдовал от Ари, как обещал, как и уже делал в первой половине. И не замывай. Что-то исполняешь, не замывал. Отдаем должное красоте момента. Немножечко омрачается точностью. Карина немного вот в данном конкретном эпизоде немного заигралась, но поскольку она уже очень много полезного для команды сделала, наверное, этот небольшой эпизод можно и простить. Абсолютно. Уверен, что так и сделают ее партнеры по команде. И она еще и против Рисич защищается, как она это все успевает делать, причем так качественно, да? Промах из-под кольца от команды Пинг. Подбор был за Горбачевой. И снова Низамова. Можно бросать, Маша. Это была пробежка, да. Вместо Кайтукова, возможно, Кайтукову уже пора заменить, поскольку она немножко на эмоции. Она могла бросать, причем это была совершенно ее точка. Мы помним ее любовь исполнять трехочковые броски именно в концовке. Тут ведь опять как бывает. Хотела как лучше, да? И хотела улучшить позицию для броска, но не получилось. Оторвала ногу раньше, чем начала ведение. А тем временем третья четверть заканчивается. 12 секунд до конца. Использовать все время нужно. Вот, чего не было в конце первой половины. Помнишь, первой четверти? Используем. Это очень плохая передача. Не ожидала ее сейчас Кайтукова. Почему вы так неслаженно разобрались сейчас? Две секунды. Не знаю, хватит ли этого времени. Рисич сиреной будет бросать. Очень неточный бросок. Не точно. Ну как, точный, только прилетает прямо в нашего оператора, который остался цел пока, по крайней мере. Ну что ж, 52-44, МБА впереди. 52-44, это... Я тебе скажу, о чем сигнализирует лично мне. Плюс 8, это не плюс 16, которые были. То есть, если они отгрызли 8, они смогут точно так же за четвертую четверть отгрызть еще 8, и будет овертайм. Разве было преимущество плюс 16? Было ровно плюс 16. Значит, я запамятовал уже. Хорошо. Итак, что у нас... Что нам предлагает... Группа поддержки? Нет, букмекеры овертайм за сколько? Стандартная котировка вообще любого матча при любом счете перед последней четвертью около 15. На овертайм, потому что это крайне маловероятный исход в любом случае, довольно редко происходит, хотя повсеместно обстречается. А у тебя есть полторы тысячи рублей? Не для тебя. То есть, супротив, мои сотки, они не сдюжат, да? Ну хорошо, могут не сдюжить, да, поэтому... Итак, не очень получилось, конечно, подтянуть процент попаданий с игры. У баскетболистов МБА, точнее, он стал еще хуже, 47 попыток, 14 из которых всего реализовано, менее 30% с игры, 14 столько же ровно забито у баскетболистов из команды ПИНК, но всего при 35 попытках это уже 40% поприличнее. За счет штрафных бросков, огромного количества штрафных бросков, прежде всего, растет результативность матча. 16 раз вставали на линию гостей и 13 реализовали попыток, и 17 из 18, 95 почти процентов. А вот на ваших экранах Низамова, героиня первых трех четверти этого матча, лидер результативности своей команды и, пожалуй, наиболее активный игрок в составе обеих команд. Очень много полезных результативных действий для своей команды она сегодня совершила. Молодец, Кариночка. Безусловно, может записать себе этот матч в актив. Это ее... Вот, и еще раз из-за дуги бросает. Не, точно, подбор. Хорошо, подбор, но не добили эпизод. Заломали белую березку под номером 11. Да, кстати, это Маркович заломала. Безжалостная. Но там перехватчики на месте. Перехватчики на месте и Низамова одна из них. А трехочковый прилетает от Марченковой, но не достигает цели. Не долетает, можно бросать. Но тут фалы, конечно, на Низамовой это пятая персональная. Шот. Мы прощаемся с номером 34 Невена и Маркович из Сербии, по крайней мере, на сегодня. Это должен быть ее, по идее, пятый фолл, но почему-то... Не реагируют судьи, не показывают. Видимо, не ей выписали. Не ей выписали. Значит, Бузоки нарушила. Да, Бузоки нарушила. Это четвертая персональная и для нее. Ну что ж, Кариночка, пожалуйста, покажи нам свое двадцатое очко. Благодарю вас. Двадцать. Гроссмейстерский рубеж преодолен. Да, вообще непонятно, глядя на статистику, задаешься вопросом, зачем она бросает эти статистически невыгодные двухочковые. Один из четырех. Четыре из шести трехочковых так пусть и бросает из-за дуги все время. Но на деле-то все понимаем, что... Прекрасно сейчас Бузоки. Ну, невероятно красивый бросок забило. Лешковцева не точно не очень понимаю, когда ведешь в счете в десять-восемь-десять очков, зачем такие быстрые атаки проводить. Не нужно, не нужно. В твоих интересах использовать... Время усыплять соперника, да, и плюс еще, да, чтобы время сгорало и оставалось меньше времени, чтобы отыграться у соперника. Снова Бузоки. Слушай, Анат Маркович, да. Ну что, две атаки подряд в абсолютно типичных ситуациях, стандартных, пропускают МБА. И шесть очков осталось от преимущества, которое оказалось совсем безопасным. Ай-яй-яй, как вывели на бросок сейчас. Очень престижный бросок. Да, здорово, Марченкова вывели. Пожалуйста, завалить. Забило Лешковцева, тоже не забивает. А-а-а-а, как Абакранс тебя дала на ровном месте. Да, но это мастерство, активные руки, да, и Братчикова упустила сейчас очень выгодный мяч для себя. Ну, отрадный момент в том, что много подборов очень забирают московские девушки. Это приятно, и мяч остается. Меня просто восхищает движение мяча обеими командами. Как они ловко используют все точки периметра. Не стесняясь разгонять атаку вдоль трехсекундной дуги, выбирая наиболее открытого, наиболее свободного игрока для броска. Вообще удивительно хорошо физически готовы команды, несмотря на то, что играют в двух, а то и в трех некоторых турнирах. Я ожидал, что ближе к концовке они подсядут физически. Прекрасная функциональная готовность, и матч продолжает играться на очень высоких скоростях. И долгожданные три очка мы увидели сейчас от Лешковцевой. Умничка. Очень вовремя важные очки своей команды забивает она сейчас. Восьмой трехочковый за 24 попытки. Не так уж плохо процент. Это прекрасный процент. Точнее даже хорош. Вот тебе, пожалуйста, еще один трояк. Вот еще интересное наблюдение. Смотри, в составе московской команды семеро набирали очки, в то время как всего шесть. Ну да, небольшая разница, но такое ощущение, что ротация действительно как нам правильно. Можно бросать! Режиссер пошире у московской команды. Блестящий бросок! А бросок действительно хорош. Умничка! Ну невероятно. Обманным движением подняла соперницу в воздух. Быстро поменяла место для броска. И атаковала точно со средней дистанции. Я продолжу свою мысль. Кэристич, между прочим, очень мало отдыхает. Она отыграла уже полчаса. И продолжает находиться на площадке. Больше, чем кто бы то ни был вообще в сегодняшнем матче. Нужно встречать. Быстрый отрыв. Лешковцевой не свистнули нарушение. Она стояла на месте. Не двигалась. Набирает ход. Обманным движением. Вау! Ай-яй-яй. Как красиво. Ну просто заглядение. Ну невозможно, да, не восхищаться. Великолепная мощность. Сдерживаемся как можем, да? Но очень сложно сдерживаться, когда тебе демонстрируют такую красивую игру. Я очень надеюсь на то, что нам покажут этот эпизод в повторе обязательно. Ну и может быть все-таки... Она на огромной скорости меняла направление своего движения. Да, просочилась между двоих расчетников. Невероятно. Это очень круто. Вот вроде решили успокоить немного темп игры и использовать полностью, сказать, 4 секунды. Но здесь вообще касание было по рукам. Жесткое падение. Жесткое падение. Бравичикова серьезно не пострадало, во всяком случае. Хочется надеяться, что Венгерка тоже не пострадала. Разумеется. Это геймеш Шарок. Геймеш Шарок, наша с тобой любимая. И идет, меняется... Это Рассанта. Суэч. Суэч. Происходит именно это. И тайм-аут на площадке. 61-51 вновь плюс 10. И это не может не радовать. Группа поддержки тоже на месте. И львиную долю, конечно, очков своей команды набирают Рисич и Бузлоги, как и было в первой половине. 32 из 51 мультикомандного очка. У москвичек как раз все наоборот. Выделяется на фоне остальных только Низамова сегодня. Остальное распределение результативности более или менее равное. Марченкова с Братчиковой по 9. 6 очков у Горбачевой. И по 5 сразу у троих игроков. Это Федорова, Лешковцева и Дегтярский. Только Кайтукова, Глонти и Сахонова не набирали очки. В сегодняшнем матче Сыдняк на табло тоже есть. Но она не участвует. Как мы уже говорили в большом перерыве. Вообще это сезон такой. Венгерский тренер тоже сетовал на то, что многие из его состава, многие баскетболистки больны, простудились и вообще не важно себя чувствуют. И поэтому не могут помочь команде. Ну, просто такое время года. И в Венгрии, видимо, тоже не очень тепло. И все сплошь и рядом прослуживаются. Возвращаемся на площадку. 61-51. Лешковцева сбрасывает. Федорова. Да, не точная атака. Теперь отбиться. Не терять концентрацию ни в коем случае. Низамова защищается против Ристич. Это прекрасный мэтчап, я считаю. Очень достойный мэтчап. Наизвезднейший, я бы сказал. И сейчас неравноценный размен произошел. Да, и Ковальчик встанет на линию штрафных. Нарушала правила, кстати, успевшая на подмену Низамова. Да, Низамова успела, и хорошо, что, опять же, мы помним, что Ковальчик уже мазал с линией штрафных, поэтому лучше сфалить, чем дать ей забить два легких очка. Первый точно в цель. Дальняя попытка неточная от Братчиковой, и Дегтярская выпускает мяч за лицевую в борьбе за подбор. С Ристич она сражалась тут, и не удалось ей держать вверх в конкретном эпизоде. Все в порядке, кстати говоря, с Гемиш Шарок. Возвращается она на площадку, и это отрадно видеть. Травмы, конечно же, никому не желаем. Как раз ей следует передача. Разброс по дуге привычный довольно для сегодняшнего матча. И средняя попытка неточна. Санта промазала. Подбор остался за... Низамова, борись за мяч. Борется и сохраняет его в пределах площадки. Можно успокоить темп, необязательно его взвинчивать каждый раз, но этот мотор безудержный, который постоянно работает внутри у Низамовой, и он не дает ей покоя, и медленно такое ощущение, что она просто не может ни вести мяч, ни выбрасывать его, ни отдавать передачу. Все делает очень быстро. Нарушение правил, и Маркович не забивает, зато пробьет штрафные. Сейчас Невена Маркович на линии штрафных. И сама с четырьмя фолами рефери подошла, что-то объяснила судейскому столику. Делает она с линии штрафных разницу в счете всего лишь плюс 7 очков. И чуть более четырех минут осталось в четвертой четверти играть. Прекрасный проход-то. Разможка-то можно не делать, а можно точнее выбрасывать мяч по кольцу. Три неточных броска из абсолютно выгоднейших ситуаций. Сейчас допускает баскетболист Кемба. И каким-то чудом умудрились они не пропустить, оставить свое кольцо на замке. Сейчас очень важно собраться и сосредоточиться. Да, и опять же сбить темп. Почему нет? Низамова мажет. Мажет. Ковальчик. Нужно подключаться к борьбе из-за отскоков тоже всей команды. Против Ристич Лешковцева осталась и на заслоне. Сейчас сбросила ее Ристич. Против Большой оказалась, против Федоровой. Ристич исполняет свой излюбленный бросок. Второй раз подряд не точно. Уже, наверное, немножечко процентов 15 резкости и процентов 30 скорости пропали куда-то. Сейчас жестко фалили на Лешковцевой. Да, по колену досталось. Может быть, по четырехглавой мышце. Лешковцева поднимается, поднимается во весь свой богатырский рост Лешковцева и становится на линию штрафных. Анна, конечно, не самая высокая в составе МБА, но тем не менее. И довольно результативная она на протяжении всего турнира. Лешковцева много забивает в составе своей команды. Это правда. Самая результативная, если быть точным, 14,2 очка в среднем за игру. Это прекрасная результативность. И сейчас она свои излюбленные законные очки тоже набирает. И, возможно, до привычной своей результативности до конца матча она вполне может добрать. Не стоит забывать, что помимо 7 очков у нее еще и 5 результативных передач. Неточный бросок вновь от Менгера. Так, смотри, а подбор остался за Низамовой, которая, она сегодня может выклипать таки свой трипл-дабл. Нарушение правил, это Дегтярская. Две с половиной минуты, 9 очков. Да, осталось совсем недолго. Осталось дотерпеть. Дотерпеть и подключать к тренерским штабам обеих команд свои заготовочки. Да, что и происходит. Замены, по крайней мере. Какие-то задумочки, какие-то свои резолежайшечки. Кайтукова вышла, это была скорее замена-реакция. Потому что более легкий состав выпустил венгерский тренер Кабур Холмэй. И отреагировал с заменой Александра Дерасуян. Поскольку три номинальные маленькие сейчас у гостей. Тоже защищаться на периметрах выпустил Кайтукову вместе с Лешковцевой и Низамовой. Ой, работать за подбор. Глонти на месте. Глонти молодец. Вырывает владение мяча для своей команды. Практически выбила сейчас об Базоке мяч за пределы площадки. А тем временем, мне кажется, наличие трех номинальных маленьких на площадке – это залог скоростной игры. Она не особо нужна, это не обязательно. Нужны долгие атаки. Да, абсолютно верно. Нужны долгие атаки. Кому фолл? Неужели Марта Ноши? Как-то показалось мне, что девушка не особо фолила. Наоборот, пыталась просто занять позицию. Осталась против более габаритной соперницы. И пыталась отвоевать позицию. Но не удалось сделать это и без нарушения правил. Замена Ристич, буквально подышавшая немного на скамейке, вновь возвращается в бой. Вместо Ковальчик. Ну и что? Федорова может сама. И еще раз сама. Толкала, толкала на соперницу. Да, когда подбирала после своего же промаха, она толкнула в общем-то кузоке. Федорова потихоньку, постепенно начинает входить в ритм игры. Она предыдущую встречу пропускала. Но сейчас ритм игры пытается восстановить. И входит, пытается быть максимально полезной для своей команды. Ристич. Такие она забивает на ура. В своей теме, в своем репертуаре. И она становится тоже обладателем... Нет, еще 20 очков нет. 19 только у нее. 19, что тоже очень хорошо. Лешковцева. Можно бросать. Как же такие контакты не свистеть. Что-то нужно было действительно... Федорова сама. Незамова. Неточный трехочковый. Неточный это ноль очковый. Согласен. Кстати, сейчас Ристич не забивает с фолом. Два штрафных пробьет. Ристич... Это... Это... Это прекрасная, прекрасная... Далеко. Прекрасная далеко. Поскольку на дальнем конце от нас, на дальнем конце площадки развиваются события последней атаки. Выходит на площадку с Абом. Аристич первый забивает. Ну вот она, заветная двадцатка. Заветная двадцатка предъявлена от Арио. Здравствуйте. Даже клуб двадцать одно. Клуб двадцать одно совершенно верно. 63-50. Джек. Восемь. Всего плюс пять. Плюс пять и одна минута. Это... Это тоже фол и пробивной. Это повод призадуматься и повод принять какие-то очень важные тренерские решения. Очень грамотные и тактические. На самом деле, я считаю, что тренеры-то все сделали. Все, что могли. Уже слово за игроками. Вот Низамова редкий промах средних штрафных. Первый, точнее. Собраться, Карина, собраться. Сейчас у тебя в руках практически судьба этой встречи. Молодец. Решающий момент недроганного рука. Шесть очков – это хорошо. Шесть – это прекрасно. Ну и поплотнее прихватить без фола. Без фола сейчас в защите сыграть без нарушения. Три секунды-то там можно было отсчитать уже. Хорошо. Великолепно разыграно. Великолепно исполнено. Не дрогнула рука Доры Сабо. Разница в счете три очка. Целых пятьдесят секунд играть в этом матче. Как никогда сейчас чувствует себя спокойно моя ставка на овертайм. Я вот-вот на глазах изумленной публики стану богаче в пятнадцать раз. Полторы тысячи российских рублей пополнит мой банковский счет. Да, ну по трехочковым на самом деле довольно высокий процент. Точнее вообще замечательный процент у команды ПИНК. Они немного дальних попыток выбросили. Сегодня 12 всего и попали аж пять раз. Поэтому теперь их задача, конечно же, от защищаться. Сейчас в обороне нужно стоять невероятно крепко и цепко. Но вместе с тем, вот имеет смысл, наверное, нарисовать сейчас подопечную комбинацию Александру Дерацуяну. И просто доверного разыграть, забить и сделать так, чтобы за одно владение нельзя было сравнять счет или выйти вперед соперник. Отправляется вот эта спасбригада такая на паркет Незамова. Смотри, не стартовая пятерка на площадке УМБА. Не стартовая Мария Кайтукова из не стартовых игроков на площадке вместо Дегтярской сейчас находится. Незамова! Не свистнули ничего арбитры, а здесь нарушение правил. А здесь свистнули. Федорова получает право на пробитие штрафных или кто? Ну вот там неясно пока. Марта Ноши изображала нарушение правил. Ага, Федорова на линии. Ну все-таки да, нарушили вингерки сами и нужно забивать очень важные штрафные. Полина, в твоих руках сейчас очень и очень много. Умничка, умничка! Целую твои нервы. Четыре очка преимущества УМБА. И по-прежнему четыре. Чуть не перехватили мяч и возвращаться быстро в защиту. Хорошо, Лешковцева! Отдать, сразу отдать! Ключевой перехват матча это может быть Незамова. Нарушают на ней правила. Нарушают. И можно, наверное, немножечко спокойнее выдохнуть. Потому что вот-вот минует опасность. Вот-вот минует опасность. Сейчас Незамова с линии штрафных продемонстрирует подлинное хладнокровие. Перешительность. Вот, а тем временем вместе с Николет Геймеш Шаром возвращаются. Кариночка, прицеливаешься. И мягкой кисточкой подкручиваешь, придавая мячу обратный спин. Примерно вот так. Ай-яй-яй, как же так? Но подбор, подбор. А это еще и лучше. Это лучше. Нина Глонти, какая молодец. Держать, держать мяч. Играть через Глонти. Не обязательно просто держать мяч. Незамова, не подведи. Не подведи сейчас. Сыграв всю игру на высочайшем уровне, ты допускаешь досадную оплошность. Да. В ключевой момент. Два штрафных мимо и потеря. Но это не конец, поскольку 65-61 впереди именно МБА. И сейчас, правда, с мячом будут гости из Венгрии. Тем не менее, преимущество солидное, и его нельзя отыграть за одно владение. Можно, точнее, если забьет трехочковый и фолк. Но будем надеяться, конечно, разумеется, тренерский штаб сейчас предупредит своих игроков ни в коем случае не фалить. И в случае, даже если забьет команда из города Печь, им необходимо будет нарушать правила тут же. Ну и очень важно, конечно, прийти в себя, в первую очередь, психологически. И палить-то наверняка будут на Низамовой, поскольку она, скорее всего, получит мяч после владения команды Пинк. Смотрим, как захватывающую такую концовку нам подарили команды. И вот Александр Дератсуян последнее наставление, равно как и Габор Холмой произвели. Что ж, ключевые 22,7 секунды между МБА Москва и Пинк 424 из города Печь, Венгрия. Поехали. Конечно же, Ристич с мячом. Отдает на Сабу. Быстрой атаки нет, кстати, а время-то потом еще должно остаться. И это фолл. Это фолл вполне на руку команде МБА, потому что пробивают два и возвращают владение. Да. А времени-то сожгли почти половину. Да. Очень нерационально, небрежно распорядились со временем. Гемеш Шарок на линии штрафных. Первый точно. Прекрасный процент с линии штрафных показывают обе команды сегодня за 80%. Прошу прощения, жуткий вопль раздался. Еще раз прошу прощения, жуткий вопль с трибуны. Ну, тем временем нарушают на Лешковцевой правила. И за 9 секунд до окончания четвертой четверти Лешковцева получает право на пробитие двух штрафных бросков. Двух очень важных штрафных бросков. Чтобы сейчас решить вопрос, нужно забивать. Да. Первый из двух. Это очень важно. И чтобы снимать вопрос, закрывать вопрос, нужно забивать и сейчас тоже. Да, но мне кажется, есть тайм-аут еще у команды ПИНК один. Возможно, они его используют. Прекрасно. Плюс четыре. Плюс четыре. И, конечно же, очень ожидаемый и прогнозируемый тайм-аут. Сейчас им за 9 секунд нужно набрать каких-то четыре очка. После матча, друзья, напомню, что обязательно состоится у нас обстоятельная парочка интервью с непосредственными участниками. И, то бишь, не переключайтесь сразу после того, как прозвучит пенальная сирена. Есть ощущение, что это произойдет уже довольно скоро. 67-63 плюс четыре у команды МБА. И они все ближе к тому, чтобы выйти на промежуточное второе место перед заключительным туром группового этапа Еврокубка женского. Нарисовал комбинацию. Очевидно, что трехочковая атака сейчас последует. Самое главное, самое ключевое, что нужно делать... Не свалить. Не свалить. Абсолютно верно, Атари. Ну и смотрим, да. И все уже на площадке. Собственно, нет сомнений в том, что будет исполнять... Либо получит обратно мяч Ристич, либо на кого-то из других маленьких пойдет пас. Ну что ж, Гемиш Шарок может бросать. Нет, это не вариант. Это не выход. Да, и это все. Это победа МБА. Мы поздравляем. Крайне невнятно. Невнятно и незаметно вплыла МБА в победу в этом матче. А венгерская команда, к сожалению, лишила себя шансов дальнейшего выступления в розыгрыше. Мы об этом не сожалеем, конечно же. А мы поздравляем команду МБА. И мы поздравляем команду Пинка с тем, что они здорово старались сегодня. Показали местами очень классную игру, я бы сказал. И практически не уступали МБА. И все же тем ценнее победа такая в равной борьбе добытая. МБА набирает МБА таким образом 8 очков в группе своей и выходит пока на второе место. Ну а я отлучаюсь, готовя для вас интервью. Оставляю Атари с вами, которая ознакомит вас с какими-нибудь итогами этой встречи. Очень простые и прозрачные итоги этой встречи. Плюс 4. Счет вполне по игре. Команды продемонстрировали классный баскетбол. А порой демонстрировали очень красивый баскетбол. Несколько из эпизодов, которые сегодня были наиболее яркие и интересные, мы вам показывали в повторе уже. Что-то покажем в повторе еще. Что-то покажем в повторе еще. Наиболее яркие и запоминающиеся моменты. Конечно же показывали обе команды в обороне. Наиболее интересными, ярко-красочными картинами были, конечно же, блокшоты в исполнении баскетболисток обеих команд. Почти готовы послематчевые интервью, которые Георгий хочет взять. Наверное, сперва у помощника главного тренера команды МБА. Потом, наверное, будет кто-нибудь из игроков МБА, вероятнее всего, Низамова. Да, сейчас уже готовы почти мы. Сейчас нам освободят пресс-вол. Пока.